Продолжение следует... Злобная обезьяна из космоса, помешанная на мировом господстве, остановлена шестифутовым псом и кроликоподобным созданием со сверхспособностями. Казалось бы, достойное завершение неправдоподобной истории. Но пять наносекунд спустя наши герои оборачиваются и видят нечто настолько необъяснимое и ужасное, что злобные космические обезьяны внезапно отходят на второй план. Как ты мог, Сэм? Стоишь тут с отвратительной ухмылкой, сомкнув свои огромные волосатые лапы на моей нежной молочной белой шейке? Мама предупреждала меня, что этим все кончится, но я не мог заставить себя ей поверить. Я могу ошибаться, но, сдается мне, это не мы. Скелеты должны быть для нас своего рода посланием. За этой жуткой композицией скрыта какая-то история. Ага, записка. Что там сказано? За этой жуткой композицией скрыта какая-то история. Смотри, легковоспламеняющаяся катушка нитратной кинопленки ранней эры кинематографа. Вставлю-ка я ее в этот, кстати, стоящий здесь проектор. Нечестно, Сэм! Ты в прошлый раз кино выбирал? Заткнись и наслаждайся, Макс. Заткнись и наслаждайся, Макс. Коляски с лишней банкой воска для усов. Это же никто иной, как мой прадедушка Сэммед с твоим прадедушкой Максимусом. Я ничего не слышал. Это не мой фильм, дружок, снятый до изобретения голосовых связок. Где же тут рукоятка громкости? Дай-ка... Нет, отойди. Хочу поиграться! Моё, моё, моё! Сэм, что-то происходит. У меня аура так и прыгает. Я тоже чувствую, какая-то неодолимая сила затягивает меня прямо в пильм. Получил этот рак. Сундук наш. Это ненадолго. Крингл! Отдай мне шундук! В подобных ситуациях очень бы пригодился пистолет. Или сверхспособности. Сверхспособности? Точно! Мы всё время забываем о твоих необъяснимых способностях. А-а-а! Ага! Где вы прячетесь, так вас ростак! Куда вы спрятались, чтоб вас... Старина Чарли Хотеп! Благодаря ему я обрёл чудесную способность говорить за людей и предметы. Ага. Я всё равно не уверен, можно ли считать чрево вещания суперспособностью. Ха! Здесь этому овуху Кринглу нас ни под чём не найти! Ха! Вот вы где! Берегись падающего кальмара! Хватаем сундук и делаем ноги, дружок. Ты мастер чрево вещания, Максимус? Осталось ещё разок прочитать иероглифы, дверь откроется, и мы будем в шоколаде! Точно! Э-э-э, Максимус, а ты не помнишь, как читать иероглифы? Ха-ха! Как же! Но ты-то помнишь! Была как-то надпись настенная, на египетском должна быть прочтенная. Что и сделали мы. Сквозь врата мы прошли, а враги здесь остались взбешённые. Очко за оригинальность! Какая прелесть! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хм, как интересно! Только с развитием характеров персонажей как-то не очень. А это явно не вся история. Должно быть. Ага! Ну супер! Мы что, начали смотреть кино с конца? Нет, похоже, что с середины. А где начало? Без понятия. Ты что хочешь посмотреть? Без понятия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приветствую вас, дамы и господа, почитатели странного и необычного. Позвольте представиться. Меня зовут Мси Папье Марше. И мне есть чем вас поразить археологической находкой сокрушающего масштаба. Друзья мои, представляю вам... Свинкса! Сэммит, оно ужасно! Это лик абсолютного зла! Сцена там, балбес! Согласно легенде, он откроет свои секреты только тому, кто не уступает по силе самому Сэммун Маку. Возможно, вам суждено стать этим счастливцем. Я приехал в ваш прекрасный город, чтобы предложить испытания. Перед вами не просто картонные декорации, а точная копия внешних укреплений гробницы. Тот, кто сумеет пройти через врата, получит два билета в Египет и возможность пережить величайшие приключения в своей жизни. Сэммит, ты что-нибудь понял? Тот, кто сумеет туда вломиться, получит приз. Так мы же спецы по вламыванию! Ты читаешь мои мысли, друг? Прошу прощения, мистер... Нет, никаких выходов в туалет, пока дело не сделано, ясно? Да, мы... эм... не ваши подчиненные. А? Мне нечего сказать прессе. Криндл, не поделитесь печенькой? Проваливай! Понимаете, мой друг уже третий день не ел. У вас такие добрые глаза. Да ради всего. Ладно, но только одну штуку усёк. Посоветуйте, как быть с испытанием, месье Папье Марше. Да, не лезьте, оставь это нам, профессионалам. Ой. Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Ха-а-а, вот и два достойных представителя. Без сомнения, джентльмен из бульвара. Я сейчас правильно понял, как он нас назвал? Простительная ошибка. Не подавай виду. У-у-у! Что ради всего святого вытворить из банка орешков? В таком виде старая шутка звучит как-то не очень. Сэммит, сила шла из меня. Мне повсюду щекотно. Я никогда ничего такого не чувствовал. Твой организм только начал меняться, дружок. Это все части... Я еще хочу! Эй! А они-то куда сорвались? Уи-и! Ноздри закрыты. Свинкс пробудился! Ты воистину искатель субстанции! Мы обычно называем это приятной полнотой. Вложите подношение в божественные ноздри. Пусть божественный аромат шоколада будет приятен носовым пазухам твоим. Очень хорошо! Первый барьер преодолен! А теперь читайте вслух надпись! Открывай! Или я спущу на тебя моего маленького друга. А с моим маленьким другом лучше не связываться. Я что-то подзабыл и иероглифы. Никак не угомонитесь, мистер Ка. А говорят, упорство — ключ к успеху. Или притворство. Кстати, о птичках. Не пора ли вам валить обратно в свою нору? Не понимаю. Что такой важный человек, как вы, делает в таком низкопробном увеселительном заведении? Что тут понимать? Этот тип Папье-Марше говорит, что сделал какое-то важное открытие, связанное с игрушками. А я свой бизнес держу на плаву, потому что слежу за разработками в сфере игрушек. Ясно? А почему вы не пытаетесь пройти испытание свинца? Мои подчиненные сами разберутся. Что, сам боишься попробовать, да? Боюсь? Николас Санта-Крингл ничего не боится. Вы упали. Позвольте вам помочь. Убери крышки, безмозглый коротышка! Будь у тебя хоть капля мозгов, мне не пришлось бы тут торчать. Накладные, прибыли, убытки, непослушные, послушные. Ммм, адреса работников. Похоже, что все работники мистера Крингла живут в эльфийском гетто. Это в маленькой Арктике. Ага. Как насчет прогуляться? Ничего удивительного. Вся семейка чокнутая. Вот что, забирай его, его и его. А, комиксы! Ага, только там сплошные иероглифы. Всем понят? А ну положь игрушку! Не твое! Плебать, что ты... Куда теперь? В маленькую Арктику. В маленькую Арктику. Мерзкие эльфы! Вы скверняете священные реликвии кротового народа! Да пошла ты! Заройся, тварь, туда, откуда выползла! Ага! Иди, жуй червей! Хрень подземная! Фу! Проклинаю вас! Оу! Маленькому эльфу страшно аж до дрожи в коленках! Почему мы не можем жить в мире, Сэммит? Потому что большинство из нас... Дружок! Эй, Хлюб! Зацени собаку! Чё такое? Они на твоей остановке слезли или чё? Индюки типа тебя обычно в маленькую Арктику не суются! С кем это вы ссорились, когда мы подошли? Старая корга плела нам какие-то байки про кротов, которые типа вечные стражи-гробницы какого-то придурка! Сэмми Мака! Ага! И зацени! Наша банка орешков какая-то колдовская хреновина у этих уродцев! А когда я её не выложил, она меня стала проклинать! Чисто цыганка! Не повезло! Э, фигня полная! Такие штучки могут проканать в Молдавии или ещё где, но в Америке они не катят! Так проклятие тебя совсем не волнует? Не! Мы, эльфы, не верим в эту магическую чепуху! Так проклятие тебя со... Не! Что ради всего святого вытворить из банка орешков? Работы! А что, не видно? Спецзаказ для мистера Крингла! Занимаемся игрушечным рэкетом, ясно? Свистнули, то есть сумели раздобыть вот эту стильную штучку? Походу, со всякими интересными свойствами! Покопаемся и разберёмся! А босс в празднике на ней кучу бабок поднимет! А нам тогда премию дадут! Бросьте! Вам в этой банке не разобраться! Она работает только в присутствии неописуемой ауры Максимуса! Ага! Не хочу вас расстраивать, но у вас, парни, ауры уж очень описуемые! Да иди ты! У вас прав на эту банку не больше, чем у нас! Кто первый встал, того и банки! Усекли? Это мы ещё посмотрим, мушлёпки ушастые! Нет, Максимус! Нам пора! Чего? Пусть убьются, пытаясь разгадать секрет этой банки! А мы пока займёмся нашей новой идеей, которая поставит весь игрушечный бизнес на уши! До встречи в комиксах, неудачники! Постой! Босс щедро заплатит за новую идею! Да, и правда ваша! Ничего у нас с этой банкой не выходит! Я так смекаю, кореш! Мы можем договориться! Выкладывай свою идею! Если не гонишь, то она дельная, получишь банку! Без базара! Между прочим... Ничего вы не придумали! Ещё как придумали! Просто не хотим пока говорить! Нужно сперва перетереть с боссом! Болейте! И возвращайтесь, когда будет что перетереть про игрушки! Предложите дельную мысль! Мы сплавим банку вам! Сплавим банку! Прикольно сказал, Хлюк! Заткнись! Крысы круглоголовые! Кто им дал право так со мной обращаться? Ээээ... То есть с ним! Банка принадлежит Максимусу по праву псионической одержимости! Я знаю! Но если прадедушки не придумают новую игрушку, банки им не видать! Мы должно быть не вовремя! Простите, сэр или мадам! Я понимаю, вы заняты бормотанием под нос, но... Вы мешаете мне сосредоточиться на проклятии! Вы что, заодно с этими мерзкими эльфами? Нет! Погодите! Меска Лиза Дуза Физель Энсфельд! Это ты, парень с орешками! Сэм, Эд! Она назвала меня парнем с орешками! Тот, чье тело владеет великой силой! Силой сжимать тебя в банку орешков? Я? О, я-я-я! Это я, парень с орешками! Парень с орешками! Гнусные, вонючие, плоскомордые эльфы! Столько лет разыскивать священную банку орешков, похищенную из гробницы Сэма Мака! Наконец-то найти ее в том театре! Увидеть, как чудесный парень с орешками сжимается вместе со своим толстым другом-псом! Чего? А затем лишится ее из-за этих вшивых, маленьких богохульников! О, великие предки кроты! Раздавите их в пюре! Стереть эльфов в порошок! Звучит неплохо! И бодряще! Вы, парень с орешками и толстый песик, вы поможете бедной женщине! Вы отнимете у гадких эльфов банку орешков и вернете ее к кротоледи! Хорошо! По крайней мере, первая часть нас устраивает! Возможно, я смогу как-то помочь вам! Нам нужна порция здорового смеха! Почитайте нам комиксы с иероглифами! Сейчас посмотрим! О, вот смешной! Кротовая любовь! От него хохочет Веснил! На первой картинке крот муж говорит жене, «Ты сердишься на меня, да?» Видно, что это так, потому что у жены из глаз лезут скорпионы! На второй картинке муж говорит, «Это потому, что ты застала меня, как это говорится, за обезьянными танцами с прекрасной девушкой из храма, у которой такие чувственные дрожащие ноздри!» А на третьей картинке муж падает на спину от изумления, когда жена говорит, «Нет! Это потому, что ты резал огурцы вдоль!» Ха-ха-ха! Дошло? Потому что кто же режет огурцы вдоль? Дико нет! Ну, то есть, можете себе представить, какой же безумец будет! У американцев нет чувства юмора! Нам не пробиться через врата, пока мы не прочтем надпись. Мы бы легко это сделали, если бы она не состояла из каких-то диких картинок! Расскажите мне, какие там символы, и скажу вам, как нужно ее прочесть! Ну, помнится, там была нога, змея, две закорючки и птица. Нога, змея, две закорючки и птица. Как это сказать на древнеегипетском? Ног змей, волн, волн, птиц. Неплохо. Ха! Иероглифы, это просто! Не думал, что придется посмотреть обучающий фильм. Смотри дальше. Удачных проклятий. А вот спасибо. Промотаем до самого интересного. Игра. Блин. Субтитры сделал DimaTorzok Ты же помнишь, как читаются иероглифы? Ног, змей, волн, волн, птиц Ты вспомнил! С иностранными языками всегда так, дружок Легко потерять навык, но как только... Ай! Громы, молнии, опять неудача! Они уходят! Ну вот, дружище, мы только что успешно прогулялись пониже Нижнего Египта Ограбили гробницу И водосточный экспресс везет нас с добычей обратно в Нью-Йорк Напомни мне, Сэммит Как мы справились с охранным заклинанием И увели сундук дьявола из-под носа у стражей кротов? Спроси чего полегче Абсолютно не помню Главное, что сундук с игрушками у нас И никуда не денется из че... Чтоб меня Эркюль Пуаро по зубам опознал Труп ему в ванну и грязный башмак преступника С характерно стоптанной подошвой Нас ограбили! Я думаю, это случилось, пока мы тирили из вагона ресторана Пакетики с кетчупом! А значит, преступник едет в этом же поезде Пакетики с кетчупом! Здрасте, шеф, а мы тут... Это не шеф, это те два оболтуса из Нью-Йорка Вам чего? Мне бы в вашем багаже порыться Угу, в белье порыться Извращенец Кажется, я неудачно выразился Смотри, сколько чемоданов! Может, сундук где-нибудь в них закопан? Не исключено Начинаем разгрузку Нет, не здесь Какой хороший вагон Эй, крошка Амелия Эрхарт Я... Заснула А вы нахалы Вламываетесь без приглашения И не даете девушке поспать спокойно Впрочем, чего еще от вас ждать? Ну, зачем я вам? Ты что, спишь под полет валькирий? Любимая колыбельная Усыпляет моментально Что называется, на вкус и цвет Лично я предпочитаю полет шмеля Тоже классика Ну да, шмель или валькирия Какая разница? Слушай, крошка Амелия Эрхарт Ага Кто-то украл у нас сундук с игрушками Который вы сами украли из гробницы Сэма Мэка? Да уж, просто бессовестное воровство Но у меня его нет, хоть обыщитим Будь хорошей девочкой Женщиной Хорошей женщиной Пока, крошка Смотри, сколько чемоданов Может, сундук где-нибудь в них закопан? Не исключено Начинаем разгрузку Нет, не здесь Сундука тут нет Только какой-то мертвый хмырь Ну здравствуй, Новый год Это явно Крингл Что такое? Я занят Отдай сундук, Крингл Он наш, а не твой Мы его честно украли Не знаю, о чем вы говорите И знать не хочу А ну проваливайте Пока я не велел кондуктору Запереть вас в вагон для психов А тут есть вагон для психов? Ты Это из-за тебя, индюк Среднеевропейский Мы с Максимусом Оказались на стене В гробнице Сэммонмака Ммм, да ладно Это было уже очень давно Давайте забудем об этом Смотри, сколько чемоданов Может, сундук где-нибудь в них закопан? Не исключено Начинаем разгрузку Нет, не здесь Гляди, это же наша старая знакомая Шипучка Привет, Шипучка Как здоровье? Ух ты Ничего себе Надеюсь, мы помешали Вовсе нет Я уже уходил Я не успокоюсь Пока ты мне не отдашь Сам знаешь что До свидания Йорген Да-да Мы подозреваем, что вы прячете краденые товары Какие товары? Сундук дьявола Так что мы вынуждены воспользоваться нашими липовыми полномочиями и посмотреть внутри Я прочитал свод железнодорожных правил Вы не можете осматривать чемодан без уважительной причины Так что мы будем делать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...